ДОКТОР БЕРГ Я посмотрел ваши видео и почитал кое-что о кето. Я успешно сбросил вес, но при этом начались довольно сильные запоры. В конце концов, мне стало настолько плохо, что я на время отказался от кето, и мой организм... запоры... прошли. Но при этом я набрал 16 кило, которые сбросил на кето. И вот, 4-5 месяцев назад я вернулся на кето и начал интервальное голодание. И за это короткое время я скинул 16 кило. Но по-прежнему страдаю запорами. Сейчас они далеко не такие сильные. В этот раз я сделал кое-что иначе. Я купил вашу формулу для желчного пузыря и добавку пищеварения. И это, похоже, помогает, но проблема с запорами по-прежнему есть. Возможно, вы подскажете что-то еще, что я должен делать. Иногда я принимаю 250 миллиграмм цитрата магния. Я принимаю его нерегулярно, но принимаю. А также принимаю электролиты. Надо ли мне принимать еще какие-то витамины или БАДы в дополнении к вашим? Вот что я хочу знать. Мне нужно знать кое-какую информацию, которой тут не хватает. Если сравнить то, что вы едите сейчас, с тем, что вы ели до этого регулярно, какие большие изменения вы внесли в плане продуктов? Хлеб, вы ели больше макарон, сахара. Как изменился ваш рацион? Конечно, я исключил хлопья. Я ел их каждое утро. И я исключил все злаки. Я перешел на строгую кето-диету с большим количеством жиров. Я начал задумываться, не добавил ли я слишком много жиров слишком быстро. Просто я сейчас еще читаю вашу книгу «Здоровая кето», и похоже, что у меня печеночный тип телосложения. И некоторые симптомы, о которых вы упоминаете в книге, у меня есть. Так что я пытаюсь немного уменьшить количество жиров. Но я такой человек, что делаю все на полную катушку. Так что я начал есть бекон, стейки и все то, что... Стал есть столько полезных жиров, сколько мог. Я не уверен, что мой организм был готов к этому. А что насчет зелени? Вы ее вообще едите или нет? Да. Я ем зелень с уксусом и маслом. Я совсем недавно, что забавно, я увидел ваш рецепт приготовления смузи. Смузи с кейлом и шпинатом. Надеюсь, он мне поможет, потому что он очень невкусный. Итак, я буду... Говорите. Я слушаю. Я буду продолжать... Пытаться немного улучшить его вкус. Знаете, я делаю все, что в моих силах, чтобы есть здоровую пищу, есть правильную пищу, но при этом хотел бы попробовать решить проблему с запорами. Итак, попробуйте три средства по одному за раз. Сделайте первое, оцените результат, потом сделайте второе, потом третье. Сначала попробуйте вот что. Предоставьте питание своей кишечной флоре. Хорошо? Квашеная капуста. Минимум стакан квашеной капусты в день. Непастеризованный. Из магазина здорового питания, а не из банки, которая стояла на полке. Ищите такую капусту в холодильном отделении магазина. Итак, стакан квашеной капусты в день. Это укрепит микрофлору. Посмотрите, поможет ли это. Попробуйте есть ее, возможно, дня 4. Вы заметите изменения. Если это не поможет, сделайте вот что. Возьмите кефир. Кефир без добавок, в качестве десерта. Добавьте в него ягод и выпейте кефир с ягодами после ужина. Голубика, клубника, что-нибудь такое. По стакану того и того в блендер и выпейте. И ваша микрофлора получит клетчатку, а также полифенолы. А она их любит. Итак, попробуйте пить это 4 дня. Если поможет, продолжайте пить это. Если не поможет, попробуйте третье средство. Возьмите как минимум... Нет, не как минимум, а примерно 800 миллиграмм магния. Глицината магния. Хотя можно и цитрата. И пейте его каждый день. Дело в том, что дефицит магния есть у очень многих людей. И уже одно это может вызвать запор. Я думаю, что это поможет вам не только от запоров, но и от многих других проблем. Дефицит магния есть у очень многих, и его очень трудно выявить. И нужно много времени, чтобы устранить этот дефицит. Я знаю, что у многих людей, когда они начали принимать чуть больше 200 миллиграмм в день, стул стал идеальным. Итак, попробуйте эти три средства, а потом расскажите нам. Прекрасно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за ваш отличный вопрос, Дэйв. И мы надеемся, что вы свяжетесь с нами в дальнейшем и расскажете об этом. Спасибо, что подождали. Что ж, перейдем к вопросу викторины номер два. Вы, Дэйв, тоже послушайте, не отключайтесь. Вот и сам вопрос. Итак, вопрос номер два. В чем главная проблема, если получать необходимое количество белка в виде растительного протеинового порошка? Уважаемые зрители, можете отвечать на этот вопрос. А мы вернемся к вопросам из социальных сетей. Тереза спрашивает. Многие из нас говорят о вас, когда мы приходим в ресторан. Вы, несомненно, очень популярны в нашей части мира. Мы все любим вас и благодарим за ваши советы и знания. Это не вопрос, а прекрасный комплимент. Спасибо, Тереза, спасибо, друзья. Некто с никнеймом Майло Лучший, я тоже так считаю, спрашивает. Как справиться с диареей? Вопрос обратный вопросу Дэйва. Я бы добавил в рацион кефир и ежевику. Пейте, измельчив в блендере. Это, похоже, помогает многим. И, конечно, найдите причину диареи. Это пищевое отравление? Было ли что-то, что ее вызвало? Устраните эту причину. Хроническая диарея очень опасна из-за потери электролитов. Возможно, это из-за каких-то препаратов. Опять-таки, обычно диарея вызвана тем, что тело отвергает какую-то пищу, которой оно не хочет, и оно просто избавляется от нее. В этом случае надо устранить диарею и избегать того, чем она вызвана. Отлично, надеюсь, это поможет. Кейла Лар спрашивает. У меня заболевание десен. Что мне нужно делать? Противоядие, витамин С. У вас может быть легкая форма цинги. Говорят, нет, цингу полностью победили, но у вас может быть скрытая форма цинги. То есть вам нужно просто пересмотреть рацион, получать больше витамина С, и знайте, избыток углеводов может блокировать усвоение витамина С, ведь у них схожее химическое строение. Так что я рекомендую перейти на здоровое тета. Это должно вам очень помочь. Хорошо, продолжим. Женни спрашивает, сколько бенфодиамина надо принимать в день при периферической нейропатии? И, доктор Берг, уточните для зрителей, бенфодиамин — это витамин группы В? Бенфодиамин — это синтетический В1. Я советую его при периферической нейропатии. И дозировка бенфодиамина должна быть выше, чем обычно. Если не ошибаюсь, обычная доза — 300 миллиграмм, а вы принимаете такую дозу 4 раза в течение дня. Так вы точно насытите свой организм этим нутриентом, чтобы убрать побочные эффекты. И вам надо исключить причину этой проблемы. А это, видимо, углеводы. И раз уж речь идёт о сахаре и углеводах, хочу показать вам кое-что. Это продукт, который я когда-то употреблял в большом количестве. Давайте посмотрим на этикетку. Угадайте, сколько тут сахаров? Ноль. Продукт без сахара. А вот ещё один. Что на этикетке? Сахаров ноль. Ух ты, видать, полезный. Вот ещё один продукт. Сахаров ноль. Итак, если на чём-то не написано сахар, то возникает вопрос, почему бы нам это не есть? Если из общего содержания углеводов вычесть клетчатку, а клетчатки тут нет, здесь 16 грамм углеводов. Но что это за углеводы? Крахмал. А что такое крахмал? Это сахар. Связанные молекулы сахара. Он станет сахаром, думаю, даже быстрее самого сахара. Сегодня сахар слишком дорогой, так что его заменяют дешёвым крахмалом, скрывая его в виде очень дешёвого мальтодекстрина, модифицированного пищевого или кукурузного крахмала. Если мы посмотрим вот на это, и... вот на это, и подсчитаем углеводы, подсчитаем углеводы, умножим их на размер порции, мы получим больше сахара, чем вот здесь. Ого! Видите? И это на одну коробку. На коробку. Это называется скрытый сахар. Вы это идите и думаете, тут нет сахара, значит, всё в порядке. И вдруг впадаете в сахарную кому. Диабетикам тоже надо об этом знать. Смотрите, сколько там углеводов. Если сказано «без сахара», смотрите на углеводы. Ведь это и есть сахар. К сожалению. Ого! Аманда спрашивает, у меня был анафилактический шок из-за приёма B12. И у меня пернициозная анемия, я очень больна. Я не нашла врача, знакомого с этим состоянием. Помогите. Возможно, дело в форме B12, которую вы принимали. Вряд ли у вас аллергия на B12. Думаю, дело в его форме, так что вы можете получать B12 из пищи. Лучший источник B12 — печень. Если вы её не любите, она есть в капсулах. Только нужна травянова откорма, так вы получите B12, и это вам очень поможет. Давайте посмотрим, что ответили зрители на второй вопрос викторины. В чём главная проблема, если получать необходимое количество белка в виде растительного протеинового порошка? 78% ответили, что в растительном протеине нет аминокислот, которые есть в мясе. Подавляющее большинство. 12% указали, что в нём меньше нутриентов, чем в мясе. Остальные указали, что тело использует его не так, как мясной белок. Они в чём-то правы. Во-первых, биодоступность растительного белка намного меньше. И в нём меньше, чем в мясе различных аминокислот, которые нужны нам как строительный материал. Кроме того, растительный протеиновый порошок — это очищенный продукт, а в процессе очистки извлекают нутриенты из соевых бобов, из гороха, чтобы получить изолят этих белков. При этом их сильно очищают, используют химикаты и всё такое. Так что это как небо и земля. Если вы думаете, заменю мясо чистым растительным протеиновым порошком, не удивляйтесь, если реакция вашего тела на это будет не очень благоприятной. Так что лучше всего включить в рацион настоящий хороший животный белок на регулярной основе и не полагаться на растительный белок. Так что я бы ел яйца, рыбу, мясо, в том числе субпродукты. Хорошо. Дэйвс из Финикса. Есть ли натуральное средство, чтобы наладить работу желчного пузыря, который плохо функционирует? Мой врач хотел его удалить, но я отказался, и теперь он очень сердит на меня. Не хочу под нож, помогите. Нельзя огорчать врачей, так что надо резать. Нехорошо сердить врачей. Но вообще да, можно сделать много всего. Если желчный пузырь вялый, не сокращается, однозначно надо менять рацион. Могу поспорить, врач вам этого не сказал. Так что начните здоровое кето и посмотрите, как отреагирует желчный пузырь. Ведь из-за перегрузки печени и всей системы пищеварения клапаны становятся вялыми, ведь у вас может быть дефицит витамина В1. Не буду советовать принимать какой-то витамин, вам надо менять свой рацион. А во-вторых, возможно, у вас есть и это встречается часто, желчный осадок в протоках. Это трубочки между печенью, желчным пузырем и тонкой кишкой. Отличное следство от этого тутка. Тутка усиливает отток желчи. Принимайте ее натощак. Пару капсул утром, пару капсул днем. Это здорово улучшает функцию желчного пузыря. Так что... Но, знаете, я бы сделал все возможное, прежде чем удалять желчный пузырь. Понимаете, попросите врача рассказать вам о возможных осложнениях после удаления желчного пузыря. Можете даже попросить его подписать гарантию, что у вас не будет осложнений и проблем, не будет недержания кала, что вам не придется принимать препараты от хронической диареи, вызванной избытком желчи, что у вас не будет тяжелой инфекции или даже проблемы из-за неспособности переваривать жиры, хронической отрыжки. Все это побочные эффекты после удаления желчного пузыря. Последствием этого может быть даже неспособность усваивать витамины А, Д, Е и К2. Если вам гарантируют, что ничего этого не будет, удаляйте. Письменная гарантия, что этих проблем не будет. Да, подпишите вот здесь. Сирин спрашивает, опасно ли принимать витамин К тем, у кого тромбы? Да, вам надо поговорить с врачом, и, конечно, витамин К1 вызывает образование тромбов, поэтому врачи его не советуют, но вы смело можете употреблять овощи, в которых не очень много витамина К1. Это все желтые овощи, оранжевые овощи, овощи золотистого цвета и других цветов, кроме темно-зеленого. Но также есть натуральные средства, которые разжижают кровь. Это чеснок, витамин золотистые овощи, можно употреблять много всего, чтобы противодействовать этому и не бояться, что возникнут проблемы. Отлично, у нас еще один вопрос, правда или ложь для зрителей. Прошу вас, доктор. Итак, правда или ложь? Если мы едим стейк, курятину и рыбу, мы получаем весь необходимый коллагеновый белок. Правда или ложь? Я знаю, что у наших зрителей есть мнение на этот счет. Хосе спрашивает, можете ли вы дать совет в отношении лечения Ви... Велитего? На каком слуге ударение? Витилиго. Спасибо. Могу ли я дать совет? Да, могу. Есть отличные исследования клинических случаев. Если мы не нашли двойное слепое исследование, это еще не значит, что что-то не работает. Я видел ряд исследований клинических случаев. Мне этого достаточно, чтобы назвать вам это средство. 35 тысяч МЕ витамина D3 в течение 8 недель. Как оказалось, избавляют от витилиго. Я бы точно это сделал, но надо принимать икофакторы. К2, магний, цинк, В6. Хорошо. Так, посмотрим. Вот тут у Джима хороший вопрос. Все ли крахмалы вредны для нас? Итак, это как если бы я сказал «все женщины зло», всегда есть исключение. Крахмалы крахмалом рознь. Есть синтетические крахмалы, их получают за счет технологической обработки, а с другой стороны есть крахмалы в овощах, есть крахмалы например, да в том же картофеле, но конечно есть разные виды картофеля, фиолетовый, красный, белый, может быть даже гмоокартофель, а еще есть крахмалы в кукурузе, есть зубовидная кукуруза, она несъедобная, сладкая кукуруза, так что несомненно, одни крахмалы лучше других, но когда речь идет о крахмале, все зависит от вашей инсулино-резистентности, а это по сути преддиабетическое состояние, в этом случае вам надо избегать большого количества крахмалов, особенно если в нем мало клетчатки, и тогда вы улучшите уровень сахара в крови, если метаболизм гибкий, можно без последствий съесть больше крахмала, но, конечно, крахмал в таких продуктах сильно отличается от крахмала в цельных продуктах, ведь в нем нет клетчатки, и он получен из очень дешевого сырья, так что это есть не надо. Хорошо, вопрос викторины номер три. Зрители ответили, правда это или ложь. Если мы едим стейк, курятину и рыбу, мы получаем весь необходимый коллагеновый белок. 80% ответивших сказали, что это правда, а 20% сказали, что это неправда. Дело вот в чем. Если вы едите стейк, тендер стейк, вы получаете 1-2% коллагена. Именно коллаген добавляет стейку жесткости. Стив, вы же не любите жесткий стейк? Вы любите мягкий стейк? Совершенно верно. Стейк с надрезами. Стейк потому и жесткий, что в нем много коллагена. 30% всего белка в нашем теле, сухожилия, связки, фасция, которая удерживает все вместе, это коллаген. И когда вы едите нежное мясо или даже яйца, что угодно из этого, вы получаете мало коллагена. Итак, именно поэтому и курятину, и рыбу надо есть вместе с кожей. Ешьте их целиком, ешьте костный бульон, чтобы получать коллаген. это в огромной мере поможет людям, которые страдают любым видом артрита, тем, у кого тугоподвижность, проблемы с сухожилиями, связками, фасцией, воспалением, суставами. Им нужно больше коллагена, и можно принимать качественный БАД или съедать все без остатка, не только само мясо. И, к сожалению, одного постного мяса мало. Надпочечниковый, щитовидный, яичниковый или печеночный. Какой тип телосложения ваш? От этого зависит причина лишнего веса и вашего плохого самочувствия. Пройдите бесплатный тест, узнайте свой тип телосложения и получите рекомендации по нему. по нему. Продолжение следует...